друзья всем огромный привет сегодня занимаюсь своей опять баней хочу сделать водосточку но столкнулся с проблемой с такой что было свое время стропилкой сделан неправильно свес был маленький что из этого вышло давайте посмотрим видео как я буду выходить и как сделал водосточную систему можно посмотреть в ролике при этом просмотра поехали сейчас то сделана лобовая доска и наверху главой доски нашита уже металл заказал размер 20 . здесь получается но есть один один нюанс как вот я и говорил видите съезд маленький то есть если мы будем ставить кронштейн он практически у нас получается заподлицо с кровлей для этого нам сейчас надо будет необходимо поставить капельник который не был в свое время запланирован буду его делать сейчас вот видите вот так вот лобовая стоит на саморезиках и вот сейчас придется раскручивать кровлю и подсовывать капельник капельничек вот такой вот заказывал где металлогнут него согнули в размер это 10 на 6 то здесь сантиметров мы будем подсовывать под металл забываем снимать пленочку саморезы также буду использовать новенький потому что на старых уже резиночки под высохли все-таки шесть лет назад было кровля сделано вот так вот уголочек подсрезаю чтобы можно было друг друга подсунуть друзья как видите капельник нас готов то есть теперь уже в любом случае вода будет сливаться сам водосточной системы но теперь необходимо установить кронштейны и сделать уклонку как правило от 2 до 5 миллиметров идет уклон у меня здесь 5 метров я буду делать уклон 5 миллиметров то есть меня получается на всю длину 20 сантиметров я проверил у меня лобовая доска быстро на уровень то есть я сейчас одного края выставляю на 4 сантиметра до низа кронштейн а с другой стороны полтора сантиметра красность получится 20 сантиметра уклон 1 я уже кронштейн установил теперь будем устанавливать второй теперь возьмем обычную штурку и натянем от одного кронштейна к другому кронштейны буду крепить каждую полметра использую такую пластиковую досточную систему бренд техникуль оптима моем моем случае цвет у меня коричневый шоколадный диаметр 120 желоба и трубы 80 диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50 10 лет гарантия вот такой вот темно-коричневый теперь хочу поставить сам желоб поставил заглушечку друзья вот такой нас соединитель я думал что под нему кронштейн нужно тут смотрю отверстие из то есть он упирается в стену и закручивать саморез ну вот начался дождь там сразу пока что водосточка поставлена с уклончиком все правильно все идет а не дает немножко доработать и вот четко видно как получается через капельник капает прям четко в центр водосточка вот так вот крепится она защелкивается с двух сторон она мягенькая я вам потом немного немножко покажу как она гнется вот так вот видите все водички не застаивается вся уходит хотел показать смотреть насколько эластичная водосточка то есть мы берем ее вот так вот можем сложить вот таким вот способом и причем ничего нету шикарно то есть показатель хорошего хорошей до эластичный пластик отмерил кусок вставляю его на место чтобы мы нам сделать сам слив воронку я уже подготовил вот таким вот образом угол 135 угол 135 закрутил два кронштейна саму воронку тоже сажаю на саморезы все мертво так осталось поставить такой кусочек я уже его обрезал размер такая вот заглушечка везде вот такие вот прокладочки мы сейчас вот так вот и и поставим вот газиночка точно вода протекать не будет вот так мы ставим ее на место теперь видно что тот уголочек у нас приподнят и вот так у нас сразу клоночка идет все водосточка у нас готова за один вечер под дождем но я это сделал так что друзья вот такие вот моменты сделал водосточку за пару часов в одну каску под дождем конечно все стыки я бы прошел герметиком но сейчас такая погода может быть это сделаю позже но там хорошие употребления уплотнители резиночки стоят я думаю что ничего не будет вот если вам понравился данный выпуск обязательно ставьте палец вверх пишите ваше мнение с вами же прощаюсь до новых встреч пока пока